МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет, дорогие друзья из Куна-Аклы и жаркой солнечной Аланья. Всем привет! Мы приехали в отель к нашим знакомым, который находится в самом центре Куна-Аклы, до торговых центров, до магазинов, очень-очень близко. И самое главное, он находится на первой линии. Егор тоже здесь, еще белый. В этом видео мы покажем вам территорию, пляж Куна-Аклы, ну и, конечно же, этот отель. Поэтому обязательно подписывайтесь, ставьте пальчики вверх и приезжайте куда? В Аланию! Наш отель находится прямо на первой линии. Здесь есть общий бассейн с горками. Есть детский бассейн. Вот здесь у нас ресторан. Чуть позже покажу вам, что у нас будет. А дальше идет большая-большая зеленая территория и прямой выход на пляж. Вот так вот выглядит территория около бассейна. Также здесь есть ресторан, в котором можно попить, поесть, ланч. Сейчас уже вечер, солнце опускается, поэтому вас ждет также очень красивый закат. Как вы видите, здесь есть вот такая вот детская площадка и очень классная зеленая территория, что мне здесь понравилось в первую очередь. Также есть вот такие вот небольшие домики типа бунгало, в которых также можно отдыхать. И прямой выход на собственный пляж и на море. Зона для анимации. Скорее всего, вечером здесь будет какое-то представление. Также есть еще один бар, пляжный, пляжный бар. И вот такая вот классная пляжная территория. Здесь есть кабинки для переодевания, душ. Песок, кстати, здесь не очень мелкий. Вот такая вот галька смешанная с песком. Но это, кстати, и классно. А кто хочет кататься на водных лыжах, здесь они тоже есть. И пляжная территория, как вы видите, очень-очень большая. На самом деле пляж очень широкий. Это тоже большой плюс. Мы в этом году еще не купались. Поэтому кто купался, уже пишите. Ну, а мы сейчас пойдем купаться. Вот такой вот здесь вход в море, кстати, очень хороший, плавный. Друзья, море было просто потрясающее. Обожаю такие пляжи галичные. Солнце уже заходит. А сейчас мы идем на ужин. Друзья, после пляжа мы пришли на ужин. Кстати, несмотря на то, что выбор здесь небольшой, очень вкусно. Сейчас я вам покажу, что здесь подают. Одно из самых вкусных блюд здесь вот такие вот жареные овощи. Называется это казартма по-турецки. Картофель, перец и баклажаны. А здесь кабачки с сыром. И, конечно же, есть хлеб. Егор вон у нас берет фрукты. Здесь также есть рис, морковь, курица с овощами. Обязательно есть рыба. Здесь была курица, сейчас принесут и макароны. То, что касается закусок, различные закуски, салаты, кысыр, например, тоже очень вкусный. Есть йогурт, масло, оливки, помидоры. Как вы видите, разные салаты, свежие фрукты, свежие овощи, фрукты чуть дальше. Ну и, конечно же, острый перчик. Вот эта вот красная капуста. И вот такая вот турецкая трава. Ее очень вкусно есть с йогуртом. Ну и петрушка, и укроп. Апельсины, арбуз, яблоки. И был очень вкусный торт, его уже нет. И вот такие вот разные пирожники. Кстати, напишите, когда вы бываете в турецких отелях, что вы любите. После ужина мы пили вкусный чай. Сейчас начнется анимация, но мы идем на пляж смотреть остатки заката. Солнце уже практически зашло, но закат еще можно наблюдать. Народ уже вышел, гуляет. В общем, вот такая вот здесь красота. Всем доброе утро, кто проснулся. Кто не проснулся, подписывайтесь на наш канал. Ставьте пальчик вверх. Да, Егор? У нас все самое интересное и классное. А мы пришли на завтрак. Очень хорошо спали после вчерашнего долгого дня. Здесь, в принципе, стандартный шведский стол, но есть много разных сыров, колбас, вареные яйца, жареные овощи, картофель, хлеб, можно сделать тосты, фрукты, кофе, яйца, оливки и арбузы. А там нас уже зовут на анимацию. Сделаю вам также обзор комнаты. Отель этот обновлен. На входе здесь есть вот такие вот шкафчики. В шкафчиках есть сейф, вешалки. В общем, все необходимое. Комнаты небольшие, но достаточно уютные. Спалось нам, на самом деле, здесь очень комфортно. Есть кондиционеры, телевизор, также есть холодильник и небольшой балкон. На балконе есть столики, стульки. И с каждого балкона открывается вид на море. Кондиционеры здесь тоже новые, поэтому никаких проблем также с шумоизоляцией, что самое хорошее здесь не было. Покажу вам еще, как выглядит ванная комната. Она небольшая, но достаточно комфортная. Есть фен, дают различные принадлежности. В общем, небольшой отель, но достаточно уютный. После завтрака мы развлекались, ходили на пляж, спали. Ну, а сейчас пришли на обед. Покажу вам, что дают на обед. Мы взяли на этот раз немного. Я взяла рис и мясное рагу. Ребята взяли что-то сладкое, ну и немножко фрукты. И также есть вот такие вот сладости. Рис. Кстати, шеф очень вкусно готовит рис. Он такой рассыпчатый, очень вкусный. Рагу с мясом. Рагу с курицей. Есть овощи тушеные. Макароны и соус. Несмотря на то, что блюд немного, они очень вкусны. Ну и на закуску оливки, салаты, различные соусы и вот то, что я говорила вам про зелень. Не забывайте никогда есть именно зелень. Ну и самые обычные овощи, помидоры, огурцы, перец и так далее. И из фруктов есть яблоки, сливы, абрикосы и вот такие вот сладости. Я вчера хотела попробовать розовый, сегодня попробую вот эти. В бассейне очень много народу. После завтрака все решили отдохнуть. Ну и, конечно же, опять после завтрака мы идем на пляж. Кстати, здесь есть магазин, где можно приобрести разные круги. Я хотела вот этого пингвина. Ой, пингвина все, видите, я уже совсем расслабилась. Этого фламинго. Ну а здесь, кстати, классная кафешка. Мы в ней вчера вечером долго сидели, тоже отдыхали. Мы уже на пляже. И что мне очень здесь нравится, так то, что здесь очень много места. Здесь просторно, очень широкий пляж. Мало народу. Можно перетащить, можно отдыхать с ниточки, можно перетащить лежаки на солнце. А можно, например, как мы вчера, спуститься к самому морю и купаться. Покажу вам еще раз море. Пляж очень хороший, вода была вчера комфортная. Сегодня, я тоже думаю, очень приятная, потому что на улице, но уже ближе к 40 градусам температура. Вот такая вот здесь зона для анимации. Вчера здесь было шумно и весело. Ну а опять же, не перестану показывать вам вот эту вот зеленую территорию. Здесь очень здорово. Прям посмотрите, например, вот на это дерево. Какая действительно красота. И то, что здесь такой классный. Прям зеленый сад. Рядом, прям видите, как хорошо продумано. Тень падает на детскую площадку. И опять же, идя с пляжа, зеленая территория постепенно через вот это вот кафе перетекает пляж. Бассейн достаточно большой. Есть маленький бассейн, есть бассейн побольше. Даже два маленьких бассейна. И есть, конечно же, водная горка. Также совсем недалеко от отеля расположен центр Конаклы, где есть разнообразие для шопинга. Здесь есть много ресторанов, кафе. Но, помимо того, что здесь очень много маленьких лавок, а также лавка с сувенирами, которые вы увидите чуть позже, здесь есть и сетевые магазины. Поэтому, несмотря на то, что Конаклы является одним из районов Алани, здесь также большой центр, где можно найти все самое необходимое для комфортного отдыха или жизни. В Конаклы также большое количество торговых центров. Но основные из них это Нева и Тайм-центр, в которых есть бутики всех известных турецких брендов, ну и, конечно же, мировых брендов. Ну и в этих торговых центрах всегда есть скидки. Поэтому, когда вы отдыхаете в Конаклы, вы очень быстро можете попасть в центр района по каким-либо делам, в банки или в сетевые магазины. Ну и, конечно же, отправиться на шопинг в торговые центры. Не забывайте о том, что в Турции очень интересный, колоритный и классный шопинг. И сейчас мы также отправимся в один из сувенирных магазинов, в котором я покажу вам, что привезти из Турции именно из Алании. Дорогие друзья, когда вы находитесь на отдыхе в Аланье, либо проживаете в своей квартире, это может быть Аланье, это может быть Конаклы, это может быть Тюрклер, Паялла или Авсалат, обязательно заходите вот в такие вот маленькие магазинчики и покупайте сувениры из Турции. Традиционно пользуются большой популярностью, конечно же, оливковое масло и, конечно же, гранатовый соус. Вот это вот кладезь здоровья и очень-очень вкусно использовать для салатов и для различных приготовлений. Конечно же, друзья, самое главное, что нужно привезти, это специи. Вы можете привезти специи, например, вот в таких вот наборах, либо привезти специи, например, на развес. Здесь очень большой выбор специй для мяса, для рыбы, есть перец, есть различные смеси. В общем, кто любит готовить, знает, что нужно, поэтому обязательно приходите и покупайте. Ну и самое главное, что нужно привезти из Турции, это, конечно же, лукум. Лукум это самое вкусное, что может быть. Лукум, например, с гранатовым вкусом, очень вкусный, такой прям кисленький. Лукум, есть лукум с лепестками роз, есть лимонный, очень вкусный лукум с пастой из фундука. Конечно же, друзья, из Турции обязательно нужно привезти глаз от сглаза. Многие в России знают, что такое глаз от сглаза, его называют здесь в Турции глаз фатимы, поэтому, опять же, есть различные размеры, есть, например, вот такие вот большие. Все зависит от того, что подойдет вам по интерьеру. Ну и самое главное, что нужно привезти, обязательно нужно привезти турецкие, турецкую керамику, которая есть самых разнообразных видов. Вот вы видите, здесь ее очень много, начиная от маленьких вазочек, тарелок с изображением Алани до вот таких вот больших блюд, ручной работы, который очень красиво поставить на стол, можно хранить фрукты, например. Ну и, конечно же, самая моя любимая керамика, это вот такая вот бирюзовая керамика, видов очень много, есть тарелки, посмотрите, какая красота, есть различные статуэтки, есть традиционные турецкие, например, вот такие вот цветы граната, ну а для тех, кто любит нарды, шахматы, шашки, большой выбор, также ручной работы, большой выбор кальянов, табака, но и самое главное, друзья, есть очень много разных видов и наборов, вот таких вот традиционных наборов для кофе и для чая, смотрите, какая красота, пить чай из таких стаканчиков одно удовольствие, но и самое главное, о чем мечтают все, это, конечно же, лампы ручной работы, лампы эти электрические, есть много разных видов этих ламп, разных размеров, вплоть до больших, больших напольных ламп, и вот такие вот лампы украсят абсолютно любой интерьер, они могут стоять в детской, например, вот такие вот цвета, в гостиной, вот такого вот цвета лампа впишется в абсолютно любой интерьер и будет вас радовать своей игрой цветов, поэтому, друзья, когда вы приезжаете в Турцию, обязательно заходите в такие магазинчики, ну, и приходите в магазин Сулеймана, потому что Сулейман прекрасно говорит на русском языке, и он выберет вместе с вами, подскажет, какую приправу купите лукум или какой сувенир выбрать. Кстати, у Сулеймана также есть доставка в Россию. Все, дорогие друзья, такой небольшой отпуск закончен, и вы тоже обязательно приезжайте в Аланию, в Анталию, в Турцию, в Конаклы, выбирайте отели, которые находятся на первой линии, не просто на первой линии, а прямо на самом пляже, у которых есть большая зеленая территория. Это, например, один из таких отелей, как Mediterranean Breeze отель, в котором мы провели несколько дней. В описании находятся контакты этого отеля. Смотрите, изучайте и приезжайте. А на сегодня мы с вами прощаемся. Всем всего хорошего. Пока-пока. Пока-пока.